Сегодня какие-то сюрпризы приготовил. Состав достаточно серьезно отличается от того, который мы видели в матче с Белшиной. Но нужна игра, нужны голы, нужен результат, не только желание исправить ситуацию. Посмотрим, способны ли на это футболисты из Слуцка. Появляются команды на футбольном поле. Судейскую бригаду сегодня возглавляет Виталий Севастьяник. Помогают ему Сергей Гидревич и Сергей Перинович. Резервный арбитр Евгений Соколовский. В белой форме сегодня будут футболисты из Слуцка. Ну и, соответственно, Минская Динамо в синих футболках. Ну и, как всегда, перед началом матча гимн Беларуси. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Нет, вообще. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Состав Минского «Динамо» на ваших экранах. Леонид Кучу, главный тренер, но с именами футболистов и их фамилиями, естественно, познакомлю чуть позже. Тем более, что списки очень быстро появляются и достаточно тяжело подвергать их анализу. Меняются сторонами команды. Солнце светит, и тут на самом деле есть разница, где играть. Вратарю, прежде всего, в первом тайме, чтобы солнце не мешало. Ну вот, хозяева все-таки будут, как мне кажется, в более приемлемых условиях в первые 45 минут. Посмотрим, что будет во втором тайме. Солнце за горизонт точно не сядет. Есть ли облака? Важный момент, но пока мы не понимаем, насколько это будет важно. Все готово к началу матча. Еще раз говорим о том, что главный арбитр Виталий Севастьянин. Нужны очки Слуцку, нужно порадить своих болельщиков, но из-за ситуации в стране все-таки без зрителей. Сегодня без поддержки, соответственно, хозяева, ну, наверняка им будет посложнее. Все-таки публика свою команду, как правило, поддерживает неплохо именно в Слуцке. Ну что ж, давайте к составам. Илья Брановец в воротах Слуцка. У него 30-й номер, он капитан команды. Защитники номер 55 Александр Анюкевич, номер 11 Владислав Сычев, номер 25 Сергей Чеботаев и номер 59 Роман Кривулькин. Опорная зона, ну, точнее говоря, линия полузащиты. Седьмой номер Юрий Тетеренко, 71 Марат Бураев, 8 Егор Семенов и 22 Евгений Вилько. Два нападающих у Слуцка, 9-й номер Артем Сердюк и 78-й легионер из Буркина Афасо Абду Гафар. Пока минчане идут вперед. И вот состав Динамо в воротах. 32-й номер Евгений Помазан. Игроки обороны 11 номер Карл Бручич. Хорватский легионер из Словении под пятым номером Миха Граневшин. Граневшек. Шестой номер Доминик Динго, это уже Серб. И 33-й номер Сергей Матвейчик. И третий номер Максим Швецов, также номинальный защитник. Полузащита. Седьмой номер Иван Бахар. Пятнадцатый Владислав Климович. 71-й Михаил Козлов. 23-й Эдгар Олехнович. Ну и единственный нападающий, девятый номер Евгений Шикавко. Леонид Кучук, прекрасно нам знакомый, возглавляет Минская Динамо. Но в последнее время не слишком зрелищно играет эта команда. Голов в матчах с ее участием раз и обчелся. Даже не два. Последние матчи завершались со счетом 1-0. Уступили в гостях Неману и выиграли дома у Городей. До этого была ничья 0-0 против Торпедо Белас. До этого также два раза по 1-0. Победные с Минском дома и проигрыш Брестскому Руху. Вот в последний раз два мяча были забиты в матче против Бате. Причем в гостях Минская Динамо сумела обыграть Бате. Такая небольшая сенсация. Но было это 27 июня. Почти два месяца назад. Последний раз в матче Минчан больше трех голов, больше двух точнее голов, сбивалось в начале июня против Белшина. Но Белшина тогда как раз валилась. Неудачная серия. 4-0 Минская Динамо выиграла дома. Ну посмотрим, как будет сегодня. В обороне вроде бы Кучук наладил игру. Это главное, от чего можно отталкиваться на футбольном поле. Но в атаке, конечно, проблемы достаточно серьезные. Но еще раз подчеркиваем, за пять последних матчах Минск, Динамо, Минск. Команда забила только два раза. Ну и пропустила столько же. Слудж пытается атаковать. Гафар достаточно активен, но не пускает его к штрафной. Отсюда уже можно подавать. Но заканчивается все тем, что будет удар от ворот. Даже не угловой. Недоволен. Этим фактом. Сергей Чебатаев. Украинский легионер Слуцка. Так по ситуации казалось, что действительно он хотел пострелить. Защитник, соответственно, пошел в подкат. Мяч ушел за пределы поля. Ну, видимо, Чебатаева мяч тоже задел. Динамо в атаке. Шикавка. Останавливает мяч. Разворачивается. Ну, надо, наверное, уже находить кого-то из партнеров. Играет в центр. Здесь Олегнович. Ну, в итоге до центральных защитников, значит, так же доходит. Передача низом. Достаточно короткий. Можно играть точно. Но вот здесь Олегнович. Капитан ошибается. И быстрая атака Слуцка может получиться. Но Гафар потерял мяч. Первого же соперника не сумел пройти. А так 3 в 2 даже в какой-то момент казалось. Можно убегать. Олегнович на этот раз длинную отдает. Шикавка. Ворота уже пустые. Покинул их Брановец. Ну, было положение вне игры. Дальше, дальше мяч. Лучший бомбардир Слуцка. Артем Сердюк. У него 5-й номер. У него 5 голов, прошу прощения. Что касается Минского Динамо. То, наверное, от нескольких игроков здесь можно ждать чего-то интересного. В атаке. Поль всех забил как раз шикавка. 6 мячей. У Ивана Бахара 5. Шикавка получает мяч на скорости. Здесь можно попробовать обыграть. Ну, такое еще не что. Трава. Вот немножко высоковато. Так мяч притормозил. Шикавка оказался впереди. И в итоге ничем серьезным все это не закончилось. Ну, еще и правила. Нарушены. Разыгрывают мяч хозяева. Пытается добраться до мяча. Российский легионер Марат Бураев. 71-й номер. Но в итоге аут бросает другой. Российский легионер Евгений Кривуль. Довольно активно он выглядел в том самом матче против Белшины, который команда проиграла 2-4. Хорошо готов физически. Левша и в обороне. Естественно играет. Ну, и атаки поддерживает. Выполняя передачи с левой ноги. Ждем мы сегодня чего-то подобного. Пока разыгрывает мяч динамовцы. Ну, вот видите, да, пешком двигается вперед. В бою столичной команды. Никто его особенно не торопится встречать. Ну, здесь все-таки длинная передача. В центре поля на подборе. И мяча не успешнее. И Климович чуть левее. Суцк будет обороняться всей командой. Важно не пропустить первыми. Ну, может быть, вообще даже попробовать в этом матче не пропустить. Но подобное все-таки довольно давно. Была, опять же, серия поражений. Последняя победа была над Ислачью 17 июля. И то со счетом 2-1. А до этого было еще 4 поражения подряд. Последний матч на ноль был товарищеским. Сыгран 3 марта. В чемпионате абсолютно во всех матчах Суцк неизменно пропускал. Даже ничьи, которые встречались. Все они были. Са счетом 1-1. Подача опасна. Все-таки чуть выше. Нужного отправил мяч Олегнович. Большой палец показывает Иван Бахар. Сместился он со своего левого фланга ближе к центру. Ну и шанс пробить точно все-таки наверное у него был. Но все-таки тяжеловато. Пришлось прыгать. Кривулькин. Ходит на фланг. И здесь можно скорость набирать. Скорость-то у него неплохая. Гафар. Стенка. Передача в касание. Ну скорее так в направлении. То ли Гафара, то ли еще одного партера, который оказался в этой зоне. В целом у Евгении не очень. Получилась именно передача. Леонид Станиславович. Хорошо знакомый и российским болельщикам. Много где поработал. Кривулькин. Здесь передача уже не точная. Швецов далеко вперед. Отправляет мяч. Оборолся за него. Шикап. Даже скидку похоже сделал. Но все-таки туда, где соперники первыми успели к мячу. М金. Шикап. Мясо. Шикап. Шикап. Мясо. Мясо. Скидку. Глеб. Шикап. Ну и вот перехват. Здесь может получиться действительно опасно, но Бахар не сумел сделать передачу на шикавку, которого прикрыть не успевали. Момент опасный, но без удара в итоге остается Динамо. Ну чуть дольше нужно. Получается подбирал ногу под эту передачу Бахар и Юрий Тетеренко его сумел накрыть. Хорошая передача пяткой, удар под перекладину, мяч в итоге опускается на сетку. Вот это уже серьезнее Бахар. Казалось не очень удобно бить именно левой, но получилось здорово. Угловой зарабатывает Динамо, атаки которого опаснее. В первые 10 уже 11 минут этого матча. Не играл достаточно давно. Илья Брановец, вратарь Слуцка, ставка делалась на Бориса Панкратова. Вот третий выход в чемпионате. Не добивает до вратарской Олехнович. Но вот вторая попытка уже интереснее. Брановец кулаком попадает в своего. Но он быстро забирает мяч. Динамовцы привод налево. Сложно назвать его хорошим. Ну, неточным тоже не назовешь, потому что в поле с мячом Олехнович успел встретиться. Но что-либо сделать было уже очень сложно. На скорости немножко не хватило. На 30 лет Илье Брановцу, при этом еще и в молодежном переменстве, провел несколько матчей на ради игровой практики. Останавливается, ищет партнеров Бахар. Класс касания штрафной. Ну, в принципе, было интересно. Мяч остается штрафной. Терпачок себе за спину разворачиваясь, пытался сделать Климович. И еще один стандарт. Ну, так назревает момент, как минимум. Возможный гол. Слуцков прижался к своим воротам. Футболиста «Динамо» намного активнее. Олехнович из правого фланга не будет подавать. Вновь не очень высоко. Мяч летит. Защитники убивают. Олехнович. Да, хорошая передача. Бручича. Дальний удар. Мы слышали, задел мяч защитника. Затем и вратарь его коснулся. В общем, еще один угловой. Но бил по вороту Михаил Козлов. Одиннадцать, ребята. Приближнее подает тебя. Вторая попытка интересного. Олехнович, защитник, срезает мяч себе за спину. Здесь уже подобрать некому. И надо выбрасывать аут. Карл Бручич будет это делать. Собирается далеко бросать Хорват. Но в итоге все-таки играет более надежно. На шикавку и еще один аут. Удар Матвийчика. Все-таки это был именно он. Роман, 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 Роман. Роман, Роман, Роман. Роман, Роман. Берет небольшую паузу Проновец. Но убивает далеко. Тяжело сейчас Слуцку. В единоборствах также мячане выглядят поинтереснее, поувереннее. Вновь Проновец. Вновь. Не рискует. Бьет на чужую половину поля. Не было нарушений правил. Матвийчик. Ох, ошибается защитник. И будет передача. С левого фланга. Ну, Климович не сумел под этот мяч подстроиться. Ну, а что касается Бручича, то, конечно, вряд ли он хотел именно на дальнюю штангу подавать. Там своих не было. Александр кончится. В одинаковых позах. Тренеры. Ну, солнышко мешает. Тренерские скамейки у нас на дальней бровке. Как раз против Солнца. Приходится смотреть игру. Сердюк в поисках мяча вынужден опуститься едва ли не в оборону. Но Рослан нападающий сейчас возвращается на свое место. Назад мы вынуждены сыграть Чебатаев. Повладели мячом на своей половине поля хозяева, но и только. Но чужой пока ничего не выходит. Самый опасный выпад был после того, как динамовцы ошиблись сами в передаче. После этого себе подобного брака не позволяют. Свисток подталкивали в спину Матвейчика, судя по всему. Ну, или он же будет разыгрывать мяч? Есть продолжение. Это атаки Козлов. Серия обманных движений. Здесь уже надо что-то делать. Решает пробить. Колком не глядя на ворота. Получается достаточно мощно, но далеко от створа мяч пролетает. Ревулькин бросает аут. Еще один свисток. Поактивнее без мяча все-таки играет Динамо. Обратите внимание, сейчас так в одиночку Бахар пытается напрягать защитников соперника. Ну и те вынуждены отдавать длинную передачу. В очередной раз не точную. Шикавка направо. Матвейчик. В ту зону, откуда пробить головой достаточно тяжело. Шикавка на подборе. Козлов. Ну, сами видите, какая получается передача. Козлов вроде бы и видел Матвеечка. Ему, судя по всему, хотел отдать передачу, но не получилось. Козлов один из самых опытных. Ему 30 лет. Именно в этом 2020 году перешел на Минское Динамо. Но до этого игра за Дитебский. Могилевский Днепр. В запасе сегодня бразилец Силас. Мы про Динамо говорим. Все, четыре матча сыграл. Но при этом не забивал. Этот полузащитник. Ну что, Кривулькин здесь выбивает мяч в аут. В духе фэр-плей. Но в итоге мяч должен вернуться игрокам Слудска. Ну и опять мы видим, что все-таки Минск пытается именно отбирать мяч достаточно высоко, заставляя делать вот такие вот не совсем обдуманные выносы. Слудска пока, конечно, командная игра при выходе из бароны в атаку совсем не клеится. Козлов. Пас налево. Ну, судя по всему, боковой арбитр поднял флажок. Казалось, что был шанс у Бахра этот мяч достать. Но не побежал. В итоге... Половинный тайм позади, фактически, если бы рассматривать момент. Один был опасным, с ударом под перекладину. Ну и еще один выход 2 в 1, когда не сумел тот же Бахра отдать хорошую передачу. У Слудска ничего интересного пока не вспомнил. Еще одна длинная передача. Ну, в росте уступает центральным защитникам Абдул Гафар. Мы видели, что скорость у нее неплохая. Но бороться за эти длинные передачи в одиночку достаточно тяжело. Кривулькин. И проходит передача низом. И свою позицию левого защитника он потерял. И именно здесь набирает скорость. И обыгрывает соперника Шикавка. Ну, а если помощь штрафной? Есть. На самом деле передача была векторно неплохой в направлении Бахра. Ну, молодец Илья Брановец. Все видел, все прочитал. И в итоге свою команду выручил. Но вот Гафар на скорости. Это может быть все-таки поинтереснее. Приходится разворачиваться спиной к чужим воротам. А дальше неточная передача. И Швецов подключается к этой атаке. Воспитанник Минского Динамо. И Швецов. Ну, неплохо. Неплохо было задумано. Шикавка, в общем-то, был один в центре штрафной. Но вырезать эту передачу точно не получилось. Ну, два подряд выпада по правому флангу. Хорошее подключение одного из центральных защитников. Все это смотрелось. Еще одна слишком сильная длинная передача. Ну, просто пытается играть с Луцк. Тут нету каких-то футбольных кружев, когда результаты столь плохи. Матвейчик. Неплохо обманул. И пас также точный. Климович. Ну, вот у него вроде бы проходит эта передача на шикавку. Но пробить у форварда не получается. Уже на левом фланге мяч. Козлов. Вокруг штрафной. Справа и слева. Да и в центральной зоне, наверное, мячами смотрится пока неплохо. Но вот заключительные передачи уже туда, во владение броновца, пока не получаются. Гафар ставит корпус. Защитник Динамо и падает. В итоге, ну, нарушение правил. Это имя Никдинга, проигравший в том числе в Урале. В российской премьер-лиге. Еще! Еще! Да, не понял. Замысл Климовича. Партнер, а может быть, скорее Климович. Да, не понял, куда открывается шикавка. Отдал не точно. Вот техника, скорость, настырность Мараты Бураева. Оставляет мяч Кривулькину. Это интересно. На дальнюю. И можно забивать. И забивает Слуцк. Ха-ха. Со второго этажа. Абдул Гафар. Все-таки именно головой. Ну, молодец, да, здесь сумел найти свободное пространство. Именно в той зоне, откуда можно было бить с достаточно уверенно. Порадовался голу Гафар, но, по-моему, и Кривулькину. В итоге, да, скажет персональное спасибо за такой качественный навес. Ну, вот, хорошая атака флангом. Молодец Марат Бураев. Разогнал эту атаку. Вовремя сделал хитрую передачу на Кривулькина. И тот не подкачал. Как и Гафар. Он в последний момент ногой достаточно опасно. Прыгая, вытягивая эту ногу, пытался спасти команду Карла Бручич, но нет. И отмечаем, что Гафар, судя по всему, зрячий бил в противоход Евгению Памазану. Так из-за ворот было бы интересно посмотреть повтор, но, судя по всему, такой возможности у нас не будет. Да, здесь серьезные события. Желтый карточек, судя по всему, не будет. Ну, свои же. Говорят Матвейчику серый-серый поспокойнее. Ну, интересно. То, что Слузск забил для нас с вами, я думаю, хорошо. Преимущество игровое было у Динамо. И с удвоенной энергией могут заиграть столичные футболисты. Все-таки они создавали моменты. Угроза постоянно витала неподалеку от ворот капитана Слузской команды. Но, с другой стороны, ситуация неприятна. Еще раз подчеркиваем, что в последних матчах в лучшем случае гол. Бол один был во встречах Минского Динамо. Но тут они его пропустили. Еще одна подача. Помазан мяч забирает. Пришел он в Минское Динамо из Балтики. В этом сезоне аж четыре вратаря. Использовали минчане. Но, судя по всему, Болмазан конкуренцию выиграл. В марте. Еще находился. Ох, забивает Минское Динамо. Да, пока мы рассуждали о помазане, пропускает его визави Илья Брановец. Ну и забивает Евгений Шикавко. Все-таки дождался он своего момента. Ударил поворотом. И попал. До этого по мячу попадать не удавалось. Ну, молодец. Подработал. Обыграл на паузе. Все сделал. Достаточно спокойно. Ну и технично. 1-1. Недолго радовались хозяева. Вновь на табло ничья. Ну, вот такой он белорусский футбол. Порой непредсказуемый. Нельзя сказать, что гол Динамо взялся из ничего. Скорее, про хорошую атаку Слуцка. Можно сказать подобное. Ну, как-то вот неожиданно все-таки, да? Бац! 1-1. Ну, по Мазана так-то попозже. При случае... Давай-давай-давай-давай забить еще, эй! 1-1. Сиюе он играет. Это Динамо Минск. Упал Шикавка. Держится за ногу. Ну, должен подняться. Фолла против него не было. Ну, где-то после минуты 20-й, наверное. Ну, 22-й, 23-й. Чуть поинтереснее стал смотреться Слуцк. То, что не получалось, так и с мячом на чужой половине поля. Но сейчас все-таки время от времени происходит. Высоко выбит мяч. Полегче было Калимовичу подстроиться под него, потому что солнце ему светило спину. Но мяч у Слуцка. Шикавка. Седьмой свой гол забил в этом чемпионате. Что касается Абдула Гафара, то у него пятый забитый мяч. И он догнал Сердюкапу этому показателю. Лучший бомбардир. Жасур Яшибоев из Солигорска. На его счету 12 мячей. Пока еще в список лучших бомбардиров не входят. Авторы сегодняшних голов. Очередной угловой зарабатывает Динамо. Солигорска. Лихнович. Хорошая подача. И удар-то. Какой опасный. С отскоком от газона. Такое ощущение было, что еще и направление движения мяч поменял. Но скорее это оптический обман. Добирается Брановец до этого мяча. Добра наешается. Черт! Поехали! Впечат! Ну, правильнее, все-таки, наверное, Брановец. Все-таки ударение на первый слог. Или Брановец. Вот. Да, так, точно, правильно. Извиняюсь. Вытягивает сейчас на себя соперника Минская «Динамо». Ну, опять же, да, на последнюю треть поля без мяча, без особого желания бегут. Гафар и компания. Здесь, правда, удается этот мяч отобрать. А вот бросать именно гостям. Отвечук делает это быстро. Не было ли здесь офсайда? Бахар успевает, да, и за мячом вроде бы побежать. Ну, и на лайнсмена взгляд бросит. Поднимает флажок. Сергей Гидревич. Козлов, ну, чуть сильнее нужного была передача. Не дотянулся Михаил до этого мяча. Ну, сейчас может получиться интересно. Динго пошел вперед, отдал направо. Климович. Неудобно ему было вырезать на партнеров, которые в момент паса в районе 11-метровой отметки были. Мяч все-таки свалился вправо и полетел в руки. Вратарю. На левом фланге должно быть посвободнее Кривулькин. Ну, пока обрабатывал мяч, пришел к нему Климович. Это того же Климовича мяч уходит в аут. Ну, вот из забора некоторые любители футбола все-таки могут наблюдать за игрой. Пас в касание неплохо. Бахар выиграл все-таки, скорее, позиционную борьбу за этот мяч. Козлов с разворота. Ну, надо, надо было попробовать правую ногу Ивану Бахару. Но со стороны вратаря удар мог смотреться неожиданно. Ну, все-таки вроде принимал-то еще спиной. Но при этом Козлов все-таки предлагал сыграть в стенку. Может быть, не первым, а вторым касанием. Сам вырывался в штрафную. Ну, сложно сказать. Можно было отдать туда точную передачу, так чтобы именно продолжилась атака. 10 минут еще играть в первом тайме. Козлов заблокировал движение мяча вперед. Ну, это интересно все-таки. Шикавка и Бахар стараются играть на одной линии с защитниками. Поэтому уже и офсайдов несколько было. Но и, с другой стороны, возможностей для их партнеров отправить их на рандеву. Добран овцом. Добран овцом. Пытался доставить мяч в штрафную. Мяч порой поднимается. На фоне трибуны его не очень хорошо видно. Но оставался в поле некоторое время. Теперь вот аут. Шикавка. Ох. Ну, тут уже такое столкновение на эмоциях. Изначально все-таки шикавка. Нарушал правила, считает главный арбитр. Ну, и, соответственно, Ванюкевич здесь, да, упал при помощи соперника. Климонич с правого фланга уходит налево. Возможно, это по эпизоду он так действует. И каких-то серьезных перестановок все-таки нет. Кафар головой себе за спину. Ну, там, если и был кто-то рядом из своих, то только невысокий Марат Бураев. А если мяч в поле останется, то может получиться очень опасно. Он остается. Катит шикавка. В теории, может быть, и под удар. Олехновичу еще одна скидка. Матвейчик все-таки жестче здесь поставил ногу. Кривулькин по этой ноге попадает соперник. Кривулькин вынужден сесть на газон уже за пределами поля и держится за колено. Это неприятно. Да, но сейчас спорят тренеры команд, судя по всему. Чьи проблемы... После того, как Кривулькин получил это повреждение. Ну, в меньшинстве некоторое время вынужден быть Слуцк. Опускается пониже Бураев. Он будет прикрывать позицию левого защитника сейчас. Не очень. Точно выбросили аут. Доходит мяч до Бомазана. Козлов. Акцентированная передача. Изначально показалось, что слишком сильно. Ну и плюс положение вне игры. Пять минут еще играть в первом тайме. Тайме, в котором Минская Динамо смотрела все-таки получше. Но на табло ничья. Но вот эти как раз 30 секунд, наверное, чуть больше, есть у гостей для того, чтобы все-таки попробовать забить. Еще до перерыва. Не было фола. Отключался Чебатаев. Высоко поднял на ногу ионный соперник. Может быть, повтор увидим. Но пока все-таки свисток. Может быть, Чебатаев... Да нет, соперник-то ногу не поднимал. Но в итоге за эти эмоции Чебатаев получает желтую карточку. Прежде всего за эмоцию. Ну, в повторе действительно могло показаться, что скорее он играл в этом эпизоде опасно. Но изначально не планировал игру останавливать в Талии на Севастьяне. Разыгрывают мяч динамовцы. И вновь офсайд. Да, офсайды динамо, угловые динамо. Это все характерные черты первого тайма. Ну, чувствуется в этом замысел Кучука. Не в плане того, что команда должна зарабатывать угловыми. А именно то, что передачи за спину защитникам Слуцка, которые порой действительно играют достаточно высоко. Криулькин, кстати, на поле, по-моему, так и не вернулся. С его позиции Марат Бураев начинал движение вперед. Еще одно падение. Теперь Гафара. И даже на два полевых игрока меньше сейчас может быть у Слуцка. В тот правый коленостоп. Держится «Африканец». Так, у Слуцка все-таки замена. Игорь Бабко появляется на поле. И Роман Кривулькин, получается, в том стыке получил травму. Это потеря, безусловно. Про Кривулькина мы говорили еще перед началом матча, по сути. Ну, точнее, в его начале говорили, что его подключение по флангу может быть активным. И, собственно говоря, одно из них гол-то и привело. Он отдал голевую передачу на Абдула Гафара. Посмотрим. Я не уверен, что Бабко будет играть по позиции именно левого защитника. То есть, что именно замена была по позиции. Если и Гафар уйдет... Прям какой-то знак свыше, да? То, что именно автор голевой передачи, автор гола. У нас травмируется. Но Гафар, прихрамывая, возвращается к Боровке. И на поле, судя по всему, мы его увидим. Ну, пока Слуцк переходит на чужую половину поля. Упал неожиданно впереди. Евгений Вилько. И отдавать ему передачу было уже сложно. Барновец. Деланный штрафной. Играет чисто. Нельзя было первым касанием. Мяч далеко отпускать. Все сделал правильно. Но все-таки остается на позиции левого защитника Игоря Бабкова. 23-й номер. Вышедший вместо Кривулькина. Ломаться как-то серьезно схемы все-таки не будет. Климович. Матвитчик. Швецов. Включался недостаточно опасно. Здесь передача в борьбу. Гафар. Смотрите, слева есть партнер. И видит вроде бы Артема Сердюка. Абдул Гафар. Но передача была слишком слабенькой. Для того, чтобы Сердюк все-таки успел к этому мячу. В этот момент показалось, что даже Гафар где-то поторопился с этой передачей. Нужно было сделать ее чуть более аккуратной спустя долю секунды. Две минуты добавляет Виталий Севастьяне к первому тайму. И очередной заброс туда-за спину. Рано или поздно что-то получится. У Минского Динамо. Такое создается ощущение. Климович. Матвитчик. Ногой не получилось. Головой все-таки доставил мяч штрафной. Вновь Матвейчик. С левой. И здесь может быть момент. Шикавка. Мяч принял. Но при помощи руки, считает главный судья. Футболисты Слуцкого вроде бы сразу об этом сигнализировали. Но повтор мы уже видим. После того, как мяч оказался на газоне. Гафар. Не было вроде бы необходимости подбивать мяч вверх. И ввязываться в эту борьбу. Затем атаковал Дингу. Гафары. Да, тут локтем попал в то место. Которое лучше не попадать. Матвитчик. Скорее всего, последняя атака Динамо в этом тайме. Заканчивается она не точной передачей капитана Олег Новича. Получится что-то услуг. Если нет, то уже... Если да, то уже во втором тайме. Здесь фалят на Козлове. Такая необязательная, вроде бы, желтая карточка под занавес тайма. Евгений Вилько получает предупреждение. И, собственно, на этом все. Заграть мяч уже не дает Виталий Севастяник. 1-1. Два забитых мяча. В первом тайме неплохо. Ну и ждем вторую половину. Динамо вроде бы играет лучше, но Слуцк, когда удается мяч доставить чужой штрафной, показал свою эффективность. Итак, друзья, мы снова в прямом эфире и будем смотреть второй тайм матча Слуцк-Динамо-Минск. После первой половины у нас 1-1. На гол Абдула Гафара, забитый после хорошей трудовой такой комбинации, хозяевами ответили гости своим. Забитым мячом Евгений Шикавко отличился. Своё мастерство проявил. Здорово разобрался вблизи от чужих ворот. Соперника на ложном замахе убрал. Ну и с правой ноги затем отправил мяч в сетку. В целом, первый тайм, конечно, с преимуществом Минского Динамо проходил. Команда Леонида Качука сделала ставку на постоянные забросы за спину центральным защитникам Слуцка. Ну и где-то рядом постоянно были нападающие с тем, чтобы этот мяч принять, обработать, создать, соответственно, момент. Может быть, и забить. Но и офсайдов с другой стороны тоже хватало. Много было угловых. Но вот после них, пожалуй, лишь однажды последовал опасный удар. Вспоминаем. Составы в воротах. Команда Александра Кончица. Слуцка. Илья Броновец. Капитан. 30-й номер. В обороне. 11-й Владислав Сычев. 55-й Александр Анюкевич. Справа. 25-й Сергей Чеботаев. Слева играл Роман Кривулькин, отдавший голевую передачу российский легионер. Но где-то на 40-й минуте получил травму. Вместо него вышел Игорь Бабко. Номер 23-й. Полузащита. 8-й номер. Егор Семенов. 7-й. Юрий Титеренко. 22-й. Евгений Вилько. 71-й. Марат Бураев. Ну и два нападающих. Мощный Артем Сердюк. Номер 9. И более подвижный. Вактивный. Забивший. В итоге 78-й номер. Абду Гафар. Легионер из Буркина. Фасо. Состав Минского Динамо. В воротах 32-й номер Евгений Помазан. Три центральных защитника. Пятый номер Миха Горопевшек. Шестой Доминик Динго. И третий Максим Швецов. Справа по всей бровке играет Сергей Матвеевич. Номер 33. Слева один номер Карла Бручич. В центре полузащиты 23-й номер Эдгар Олехнович. 71-й номер Михаил Козлов. Ну и где-то неподалеку постоянно 15-й номер Владислав Климович. Часто, особенно в начале матча, мы его видели на правом фланге. Ну и впереди седьмой номер Иван Бахар. Также чаще смещается налево. Но часто оказывается рядом и с центральным нападающим Евгением Шикавко. Евгений Шикавко у него девятый номер. Слуцк с мячом на чужой половине. Но здесь в падении вынужден был тянуться к мячу. Артем Сердюк. Дальше перехват. Опасно. Прострел. И в штангу врезается Абдулгафар. Довольно жестко. Также проблемы у Евгения Помазана. Но он уже поднялся. Ох, да, тут на месте Абдулгафара не хочется оказаться. В прыжке находился и так пытался все-таки откликнуться на эту передачу. Евгений Вилько. Ну и его отметим. Вилько, который как раз забрал мяч на фланге и эту остроту по сути создал. К центру поля выбивает Помазан. Климович. Касание вперед. Нет положения вне игры. Судя по всему, кто будет бить? Ой-ой-ой-ой-ой. Михаил Козлов из выгоднейшей позиции не попадает в ворота. Дважды на грани офсайда были. Сначала Бахар. Затем Шикавка. Ну, все по правилам. Шикавка здорово выдержал эту паузу. Не стал здесь бить во вратаря, который совсем рядом находился. И как раз Козлову-то покатил здорово под правую ногу. Но Михаил в ворота не попал. Перехват. У кого будет мяч? Ну, все-таки Услуцка. Первый по выстоящему голевой момент. И втором на тайме создает Динамо. Ну, хотя в предыдущий эпизод так же можно считать голевый. Угловой будет. А Булгафар не зря здесь бежал до самой линии ворот. Но по-прежнему, по-прежнему ему больно. Спиной о штангу ударился. Подачу будет выполнять Марат Бураев. Так же важную роль сыгравший в той атаке, когда Услуцка забивал. Хорошая, мощная подача. Тяжело было разобраться, от кого мяч в итоге уходит. Ну, в этой зоне вроде бы и не было игроков Минского Динамо. И Климович выбил мяч за линию ворот. Еще одна подача. На этот раз. Низом что-то вроде активного прострела. Надо бросать аут. Жень, 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 жень. Еще, еще. На этот раз у главного не будет. Не согласен с этим Евгений Вильхо. Жень, 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 жень. Просил у него передачу. Чебатаев. Получается скидка точно на Бахара. Климович в касании. Ну, вот опять этот заброс за спину. Удар. И это уже гол. Евгений Шикавка делает дубль. И Минская Динамо впереди со счетом 2-1. Ну, не зря мы отмечали вот эти забросы. По сути, даже не глядя, понимая, как должен играть Шикавка, делает передачу Климович. Результативный балл и на его счету теперь тоже в виде паса. Мяч уже будет выкупать. И заберут Евгений Шикавка. Впервые в этом матче впереди. Еще раз подчеркиваем это. Минская Динамо. Накрыть Шикавку защитники уже не успевали. Но еще раз смотрим. Первым подработал касанием, вторым пробил. И вновь отмечаем, что именно в голевых эпизодах Шикавка действовал очень здорово. Самый зрелищный матч Минского Динамо этого лета. По сути, мы с вами смотрим. Постоянный 1-0. Меняется уже на 2-1. Играть еще много. Порядка 40 минут. Скорее всего, гол не последний. Игр здесь нет своих. Меч нафиг Динамо. Дингу в момент передачи атакуют. Не свистит арбитр. Хотя, с учетом того, что Слуцк может воспользоваться этим падением Динги, и можно было нарушение зафиксировать. Бураев. На отличие от Шикавки, он все делал гораздо дольше. Давайте посмотрим. Судьи назначают удар от ворот. Пошли сюда, сюда, смещайся. А в какой момент после того, как защитники заблокировали мяч, заблокировали удар, мяча коснулся игрок Минского Динамо. Не очень понятно. Конца мой эпизод на повторе опять же не видели. Ну, может быть, что-то и было. Матвич бросает аут. Коллективный получается отбор. И вновь на Шикавку. И едва не делает хет-трик. Евгений бьет с левой ноги плотно. И совсем рядом со штангой мяч пролетает. И, судя по всему, защитник задел мяч, поэтому будет угловой. Ну, раз задел, то свою команду выручил. Волнуется Александр. Кончится. Оно и понятно. Не удалось сохранить приятный для себя счет. 1-0. Вот уже команда уступает. Четвертое поражение подряд может случиться сегодня. Продолжится падение в таблице. Ошибка. Бахар. Направо. Ответная передача. Но пробить уже Бахару не дают. Вновь в два седьмых номера. Встречаются друг с другом. Тетеренко выбивает мяч в сторону. И попадает мяч в ногу на Бахару. Так что аут. Бросает хозяева. Столкновение. Климович держится за лицо. Но с мячом у него команда. Козлов. Швецов. Момент скорее игровой. Другое дело, что... Падают держать за лицо, конечно. Хоть, чтобы игра останавливалась. Чтобы все было в порядке с игроками. Но здесь и было все в порядке. Климович продолжает играть. И здесь хорошо ставит корпус Доминик Динго. Молодой еще парень. Ему 22 года. В Урале. Выступал с 2016 по 2019 год. Но в итоге был момент, когда еще кинейджером он выходил в основном составе. Но в целом получилось все не так здорово. Пришлось назначаться в партизан. И уже оттуда переход, перед началом этого сезона в Ленинское Динамо. Талантливый футболист. Новым видичем. Даже в какой-то момент его называли на родине. Играл за юношеские сборные. Бахар. Козлов. С левой ноги едва не нашел гол Климовича. Михаил Козлов. Олегнович. Ну как же, обедно катился мяч, успел. Бураев вернуться. Гафар пяткой. И что-то еще может получиться, но Швецов не проиграл в скорости. Егор Семенов. Климович. Здорово. Бурновец. Бросает направо. И прошла передача на Бахара. Ждет, что тут откроется. Чебатаев. Стопновение. Поднимается достаточно быстро. Евгений Вилько. Чебатаев. Опять что-то там случилось. Ну что, игра все-таки продолжается, да? Вроде бы готовы были футболисты Слудска выбить мяч в аут. Нам не показывают. Там Евгений Вилько, по идее, должен быть повыше на правой бровке. Ну все нормально. Бураев. Упал, но судья ему не поверил. Виталий Севастьянник. Еще раз напоминаем. Сегодня главный арбитр. Второй тайм, по-моему, не называли. Его еще быстро играет Козлов. Налево. Хорошее подключение. Карла Бручича. В итоге возвращает мяч Козлову. Тот налево, но теперь уже на Климовича. Козлов. Это удар. Но не точно. Сегодня еще два матча в Белорусской лиге. Мы их покажем. Ислыч сыграет с лидером, с Легорским шахтером. Ну и затем Брестская Динамо против Белшина. Белшина весьма симпатично выглядит в последних матчах. Недаром команда уже ушла. С последнего места. Смолевич опустились на шестнадцатую строчку. Ну и еще добавить. И Белшина может Минск обогнать. Ну а пока Слуцк у нас зарабатывает штрафной. Да, по уровню. Как бы горько это не звучало для футболиста Слуцка. Но именно Слуцк, пожалуй, может быть со Смолевичами в последних турах будет слабее остальных. Сычев с левой ноги будет выполнять подачу. Все-таки низом. Бурайев пытался уже головой доставить мяч партнеров. Но там на линии вратарской никого не нашлось. А здесь уже слишком сильно. Шестьдесят вторая минута. Дебют второй половины остается за Динамо. Что здесь замена? И даже двойная. Климович. Игидает поле. Хороший матч провел. Полузащитник Минского Динамо. И с него бразилец Силас. Ну и кроме того. К сожалению, не видно было табличку. Бручич. Игравшись слева, на Бровке наступает место Артему Сухоцкому. Еще один легионер из Украины. Шикавка. Ну, немножко на фланге оказался на этот раз. Тем не менее, решил все сделать сам. Пробил с левой. Ну, с такой позиции. Наверное, логично, что до хитрика дело не дошло. Прижимал мяч к газону. У Бахара два. Не обокрал соперника. Семенов. Семенов и этого Чебатаев пытался найти, а был Гафар. На втором тайме Гафар пока не очень заметен. Так же, как, впрочем, и Артем Сердюк, его напарник по нападению. Ничего особо они пытаются сыграть в отборе, но мяч остается у Динамо. Динго получил сзади по ноге от Сердюка. Ирина, динамо. Динамо. Семенов. Всё Замена у Слуцкого. Мохаммед Балла. Ингириец. Выходит вместо Марата Бурраева. Ну и вот сразу возможность у Балла поучаствовать в атаке. По-моему, свой же ему и помешал там сыграть головой. Сухоцкий. Его первое действие в этом матче. Сместился в центр. Отдал направо точно. И пошел в штрафную. Вот сейчас от Козлова будет туда подача. Скорее в направлении Шикавки. Не получилось. Немножко свежести Леонид Кучук. Этими двумя заменами постарался добавить в действие своей команды. Но все-таки лето. Достаточно жарко. Серьезной паузы в Белорусском чемпионате не было. Хотя некоторые матчи, между некоторыми матчами пауза были достаточно продолжительными. Но это актуально как раз для Слудска. Два матча Минского Динамо были перенесены. И играла команда аж с 1 августа. Физическое состояние вроде бы должно быть неплохим. Чебатаев. Вышедший Мохаммед Балат так же. Все-таки не очень высокий парень, как и Абдул Гафар. Очень точными должны быть передачи. Ну или рядом не должно быть соперника, чтобы они могли на втором этаже что-то показать. Вот сейчас Балов вновь проигрывает. Ну а здесь правило уже сам же не нарушает. Да, такие нужны подачи, как вот как раз в голову Гафара попал Евгений Кривулькин в первом тайме, когда забили... Роман Кривулькин, прошу прощения, да. Когда игроки из Слудска забили. Шикавка. Не удалось вернуть мяч Козлову, но мяч останется у Динамо. А вот нужно бросать. Ну а теперь уже на газоне лежит Конюкевич. Нужны врачи, держится за ахилл. Продолжение следует... Островение следует... Диви... Он выясняет. Он был в магазине. Островение следует... Компания. Ну, здесь уже не будет такого отрезка, когда Слуцк будет играть в меньшинстве, как в первом тайме. Анюкевич прихрамывает, но уже рядом с Бровкой. Но нет сейчас у Слуцка одного из центральных защитников. По-моему, самого Рослова. Вот внизу. Бала сейчас смотрелось поинтереснее. Мяч сохранял у себя. Правила на нем были нарушены. Да, теперь без пауз должны играть хозяева. Все-таки времени все меньше. Среди второго тайма. Неаккуратная передача. Перехватывает мяч Шикавка. И будет угловой. Извиняется, поднимая руку вверх. Брановец. Если Слуцк должен торопиться, то, наоборот, может себе даже какую-то вальяжность позволить тот или иной игрок. Минского Динамо. Силос. Долго шел к углу поля. Хорошая такая активная подача. И там как раз тут момент, когда балла играл. Баловой его атаковали. Аут и от ноги. Хозяев мяч ходит за пределы поля. Камера над самым полем. Над самой бровкой очень близко к этому полю. Поэтому тяжело, конечно, оператору справляться с показом событий на этой самой бровке. Силос набрал скорость. Но дальше не себе. Все-таки прокидывал мяч на ход к Бахару. Пытался его отправить. Но Бахар не готов был. Изначально к чему-то подобному. Как неаккуратно вновь играет Барновец. Мяч попадает в ногу защитнику, который тоже был к этому готов. Но совершенно не ждал. Ему еще повезло. Немного. Нюкевичу, что. Серьезных последствий и не было. Нарушение правил в центре поля. Сычев. Отправляет мяч ближе к правому флангу. А теперь уже тот же Сычев играет вертикально. Все в рамках правил. Бахар. Ну вот и для него шанс. Шикавка есть в центре. Я, честно говоря, так не толком не увидел, что делал Бахар. То ли бил поворотом, то ли все-таки пытался передачу отдать. При потере мяча, но все-таки есть определенные проблемы у Слуцка. Футболисты Динамо. Именно те, кто в атаке играет, частенько без опеки. Оказывается, падает Сердюк и тут же свисток. Для Слуцка время тает быстро. Уже 72-я минута подходит к концу. Ну, скорости невелики. Мне кажется, поэтому еще такие ощущения. Достаточно долго начинаются атаки. Вот эти паузы. Получается, что в целом какие-то действия игроки за единицу времени смешают не так много, как в матчах других чемпионатов. Но это логично все-таки. Мы смотрим чемпионат Беларуси. Бахар. Шикавка. Набирает скорость. А передача идет налево. Поддерживает эту атаку. Сухоцкий. Дальше было уже не так все здорово. Хотя угловой опять же будет. Свисток судья. Означает ли он, что вновь замена? Нет. Проблема у Михаила Козлова. Держится за голень. Может быть мышцы сводят. Может быть все-таки что-то иное. Но Силас, если что, готов уже выполнить подачу. Ну, надо подождать, пока окажет помощь партнеру. Судья должен вернуться поближе к штрафной. А зрителей там за забором стало только больше. Неинтересный момент. И даже в штангу попадает. Миха Горопевшек. По-моему, это было. Но интересно. Силас. Мы видели Силаса разбегавшимся. Казалось, будет подача вверх. Но когда камера переключилась, оказалось, что мяч идет низом. И здорово. Под удар прям. Но вот удар был не точный. И там уже Горопевшек пытался подправить мяч в сетку. Не было никаких офсайдов. Все чисто. И так повезло Слуцку, что третий мяч в воротах не оказался. И таким образом шансы хотя бы на ничью у Слуцка остаются примерно теми же, что и ранее. Хотя с учетом того, что играть меньше все-таки. И эти шансы тоже падают. Активно. Сейчас перебрался на чужую половину поля Евгений Апанасович. Еще одна замена. Алексей Бутаревич вышел на поле. Да, прошу прощения. Вот вместо кого он, по-моему, даже Диктор не назвал. Ну, будем разбираться. Вновь побежал вперед. Горопевшек. Теперь уже попробует что-то сделать с игрой. Ну, побежал-то быстро, да? Партнеры медленнее здесь двигались на чужую половину поля. Увязли на фланге. И Словенец возвращается на свою исходную позицию. Сухоцкий. Не получает ответную передачу. Сухоцкий. Ну, вот под прессингом, да? Ну, должен, должен Слуцкий эти последние 15 небольших минут провести активно в плане отбора. Что еще остается? Один! Один! У Слуцка также состоялась замена. Зуевич вышел вместо Сычева. Чем ушел из рук, скорее, опорной зоны, но вышел нападающий. Павел Жуевич. Ну, что касается замены у Минского Динамо, пока все-таки она остается загадкой. Ну, надо прибавлять, надо прибавлять, конечно, и в показе. На чемпионат Беларуси все обратили внимание. Интересная задумка, но ничего у вас не получается. Слишком коротко. Хотели мяч разыграть, но в таком случае в ножку мяч нужно вкладывать. Головой играет Силас. Ну, вы знаете главного героя. Матча Евгения Шикавки я сейчас на поле не вижу. И, суть по всему, именно вместо него вышел Алексей Бутаревич. Да нет, вот и Шикавка здесь, да. Прошу прощения. Ну, как раз от Бутаревича мяч ходит за пределы поля. Оказывали помощь Михаилу Козлову. Были у него проблемы с ногой. Вот, да. Наверное, Козлову-то мы по прическе легко на поле выделяли, а сейчас его нет. Олег Нович, Бутаревич, Силас. В районе центральной линии комбинирует Динамо. Но выманивать на себя соперника можно затем играть вперед в линию атаки. И здесь какие-то варианты появляются. Есть пространство не справа. Другое дело, что Маслудск в этот раз в отборе действует хорошо. После счета 1-2 все-таки момента для того, чтобы счет сравнять. Хотя его никак создать не могут. Длинные передачи, есть время. И опытный помазан этот мяч забирает. Словно на тренировке. Ну, или на разминке. Бартери, как правило, первыми выходят из раздевалки. Еще за час до начала матча. С третьим бартерей идут по всем элементам. Подача из центра поля, ловля мяча. Все это тоже в обязательном порядке перед матчем происходит. Малехнович вперед, подбивает мяч. Главная интрига, помимо того, сравнять ли счет Слудск, сумеет ли сделать хитрик в оставшееся время Евгений Шикавко. Еще один свисток. Очень длиннее пауза, тем в большей степени это на руку Минскому Динамо. И нужно отдышаться, силы восстановить, заманять правильные позиции. Седьмой и восьмой свои мячи забил Шикавко в сегодняшнем матче. Поиграл в Греции. Он был в составе Ларисы. Ну вот этот сезон начал уже в составе Динамо. А второй тубль в этом сезоне. Первый был в матче против Смолевичей. Ну, кстати, играет против своего бывшего клуба. По Глорису как раз из Слудска выезжал. Шикавко после хорошего сезона в высшей лиге. Забил он тогда один с мячей. Но, говорится, лишь один гол. Удалось забить и вот возвращение. Шикавко как раз закрывает мяч корпусом. Есть продолжение справа. Ну а дальше вперед. Вот сгонялся Бутаревич. Остановился. Шикавко. Пока идет сам. Но, вводя второго футболиста, все-таки мяч чуть дальше. Нужного отпустил. Так, немножко на кураже он сейчас действует. Наверное, был тот случай, когда как раз скорее передача требовалась. Ну, раз игра сегодня идет, то, может быть, и позволит себе, может, чуть больше. 83-я минута между тем. Мяч-то не был остановлен. Судьи просят перебить. В таком случае, я думаю, нарушение правил уже. Фолл и, соответственно, штрафной. Но тут не обращает внимания Виталий Севастьяник. Игра продолжается. Сейчас может получиться интересно. Шикавко ушел на бровку. Более свежий Сухоцкий точную передачу ему не отдал. Силас. Направо дает Бутаревич. Но тут уже сил не так много у Сергея Матвеевичка. Куда энергичнее он смотрелся. Прежде всего, в первом тайме. Во втором уже подключения не такие яркие. Ну, по количеству их не так много. Сам Сергей будет выбрасывать аут. Не проходит у Бутаревича скидка или передача пяткой. И вот удар от ворот. Торопится Брановец. Но тут как раз тот случай, когда слишком торопиться не стоит. Нужно, чтобы поднялись повыше, но относительно него. Ближе к центру поля отошли соперники. Тогда можно мяч разыгрывать. Но с другой стороны Брановец решает выбить подальше. Мяч остается у Слуцка. Как-то совсем мы забыли про нападу Лугафара, автора гола. Когда он последний раз мяча-то касался. И не вспомнишь. Ну, сейчас поборолся. Угловой заработал. Уже что там. С учетом того, что стандартов очень мало во втором тайме, у Слуцка нужно делать ставку. На этот. Ну, все туда, по-моему, пришли. Подача. Мяч подбит. Остается в воротах. Помазан. И вот, смотрите. Помазан в итоге пошел на мяч, до которого не добрался. И затылком в сетку можно было его здесь переправить. Но немножко не повезло. Давайте скажем так. Зуевичу. Здесь редко все нужно было быстро делать. Да, все-таки помазан ошибся достаточно грубый. И повод был. И мальчишкам с заворотами, и самим футболистам за голову хвататься. Ну, быстрый мяч возвращается. К игрокам Слуцка. Чебатаев. И поехала нога у Евгения Вилько. Так, вроде бы, все неплохо делал. Контратака Минского Динамо. Это опасно. Бахар. Уже на скорости не так он опасен. Приходит сюда на помощь и Мохаммед Бала. Мяч в итоге, ну, буквально забирает уже наевшегося Бахара. Так побольше даже Евгения Шикавки. Пожалуй, что Бахар в этом матче бегал. Ну, и логично, что сейчас он таким уже изможденным кажется. Гафар. Швецов против него. Позицию не теряет. Перебросить себя. Также не дает. Бутаревич. Важно было ошибку не допустить. Ну, молодец. Развернулся. Сиграл Малехновича. Тут уже лицом чужим воротам должно быть попроще. Передача вдоль бровки. Видим мы, опять же, у Сергея Матвеевича просто нет сил бежать за этим мячом. А вот бросает Слуцк. Никто здесь не мешает это делать. Да, считанное количество атак осталось у хозяев в этом матче. Близки к очередному, к четвертому подряд поражению и к седьмому за восемь матчей. Сахарное, как их называют, но слишком любитый сахарный залог. Чебатаев. Да, даже к восьмому поражению за девять матчей. Ох, тяжело будет Слуцку в концовке этого чемпионата. Ой-ой-ой. Тут, блин, не в висок сопернику попадает Матвейчик. Но поднимается быстро, это радует. Но все-таки не в висок, да. Показалось. В спину прилетает. Но фолл стопроцентный. И сам пострадавший Гребабко. Отправляет мяч в штрафную. Ну, толком до этой штрафной не добивая. При этом теперь уже аут. Надежен. Горопевшик. Но при этом простовато, да. Просто в аут. И здесь с мячом вроде бы Слуцкого. Нужно еще опустить мяч на газон. Бала. И шанс на контратаку получает минская «Динамо». Не удалось пробросить мяч мимо соперника у Шикавки. Но все равно неплохой вариант получается. А вот будут бросать именно минчане. И просят поторопиться Матвейчика. Шикавка. Бахар. Есть неподалеку. Но все-таки Чеботаев сработал более-менее четко в этом эпизоде. Главное, что не пустил Бахара к мячу. Скорее даже не по мячу показалось, а по сопернику. Старался играть украинский защитник Слуцкого. Ну вот Бахар еле-еле поднимается. Уже начинает сводить ноги. Ну а мы выясняем, что 4 минуты добавил Виталий Севастьяник к основному времени этого матча. Нужна Бахару замена. Но казалось, что нужна она и пораньше. Три замены сделал Яни Кучук. Что здесь? Мяч будет у Динамо. Динго готовится. Суть по всему бить далеко. Здесь уже сложные розыгрыши не нужны. Главное ошибку на своей половине поля решающую возможно не допустить. Мюнчанам. Еще один аут. Первая добавленная минута прошла без серьезных событий. Им разыгрывают мяч. Кислуцкая. Длинную передачу никто отдать не решается. Но вот все-таки полетел мяч поближе к чужой штрафной. Падение. Севастьяник на него никак не реагирует. Но вот здесь уже свисток. Бабко в центр. На Семенова. Подобрать бы ногу Евгения Вилько. Сделать подачу. Но не получается. Ну а дальше столкновение. И все-таки это не нарушение правил. Мяч просто выкатился за пределы поля. И Служк получает шанс на угловой. Да, Силас. Ну все-таки не сохранил, да? Совсем немножко ему не хватило. Все может решиться именно сейчас. Вилько. Подача. Интересно. Удар. И спасает свою команду Евгений Помазан. Момент действительно голевой. Гафар на подборе. Еще одна подача. До удара уже дело не доходит. Да, хорош. Помазан. Вот там, где надо было спасти. И у него как раз все получилось. То есть нарушал правила. Игрок Минского Динамо за споры. Олег Нович получает желтую. Да, ну и Помазан в итоге. Мы жалко повтор пока не видели. Один из героев этой встречи. Ну вот, как раз, когда подавать уже сообразить повтор этого падения. Наверное, было. Было нарушение. А вот важно, что здесь. Подачей угадываем. Помазан этот мяч поймал. Контратака Минского Динамо. Два в одного. Тут вратарь ворота покинул. Но не стал Бахар наносить удар. Сам, быть может, удивился. Разыграть в итоге не получилось у них с Бутаревичем. Ну, получается, жалко, что Бахар не рискнул. Мне кажется, если видел, что вратарь пошел на подачу со штрафного. И ворот пусты. Ну, надо, надо было пробовать. Олег Нович. Осталось играть секунды. Ну, и Динамо лучше не торопиться. Наверное, бог с ним. С третьим голом. Сейчас можно в нескольких точных передач и вообще не отдать мяч сопернику. Но пока все-таки свисток. С мячом Слуцк. Последняя отчаянная попытка что-то придумать. Чебатаев. Ну, слишком долго. Да, надо было раньше вот так вот бить к штрафной. И тогда, быть может, за мяч мы еще поборолись. 2-1. Минская Динамо одерживает победу в этой встрече. И в турнирной таблице. Набирает 33 очка. Разом обходит и Рух, и Энергетик БГУ, и Ислач. И поднимается на пятую строчку. Имея столько же сыгранных матчей, сколько и вот все названные команды. Ну, то есть тройка лидеров становится поближе. И это главное. Ну, а мы пока видим, как мячок был открыт. Уже после гола Абдула Гафара дублем, хорошим дублем отметился Евгений Шикавка. На этом все, друзья. Сергей Дерябкин с вами смотрел футбол. Прощаюсь и желаю всего самого-самого доброго.